Добро пожаловать! И спасибо, что Вы нашли сегодня время посетить наш веб-сайт. Эта презентация представляет собой обзор переходного плана по соблюдению права прохода для пешеходов Транспортного бюро Портленда PBAT, который подготовлен в соответствии со вторым разделом Закона о защите прав граждан с ограниченными возможностями – ADA. Переходный план обязателен для государственных учреждений со штатом 50 и более человек. В переходном плане будет определен порядок действий агентства по выявлению и устранению препятствий для доступа пешеходов и расставлены приоритеты в работе. Также необходимо составить график реализации и обновления плана, определить процесс рассмотрения жалоб и назначить лицо, ответственное за реализацию плана. В рамках обеспечения прав прохода для пешеходов Транспортное бюро Портленда отвечает за светофоры на пешеходных переходах, бордюрные пандусы, тротуары, парковки и остановки общественного транспорта. Кроме того, на Транспортное бюро Портленда возлагается ответственность за обеспечение беспрепятственного доступа ко всем своим программам. Согласно переходному плану, также предусматривается оценка наших программ, методов и способов работы. Помимо прочего, в переходном плане отражена наша приверженность принципам равноправия, приведены обязательные для соблюдения законы, глоссарии терминов и сокращений. В этой презентации основное внимание уделено упомянутым выше необходимым составляющим переходного плана. В третьем разделе переходного плана содержится принятый Транспортным бюро Портленда порядок идентификации препятствий для доступа пешеходов, который будет реализован посредством инвентаризации и оценки светофоров на пешеходных переходах, остановок общественного транспорта, доступных парковочных мест и тротуаров. Транспортное бюро Портленда выполнило большую часть работы по инвентаризации бордюрных пандусов и планирует продолжать ее в последующие годы. Транспортное бюро Портленда будет сотрудничать с другими организациями, разделяющими ответственность за соблюдение требований, такими как ТрайМет, в зоне общественного доступа в распоряжении Транспортного бюро Портленда на остановках общественного транспорта. Подход Транспортного бюро Портленда к устранению препятствий поясняется в четвертом разделе. Устранение препятствий будет реализовано в рамках запланированных или существующих проектов, предусматривающих проведение ремонтных, восстановительных или строительных работ в зоне общественного доступа. Мы также устраняем препятствия с помощью перечисленных в пятом разделе программ Транспортного бюро Портленда, таких как Safe Routes to School – безопасные дороги в школу, и Neighborhood Street Program – программа квартальных дорог. В уместных случаях при реализации других проектов в зоне общественного доступа с привлечением застройщиков или коммунальных предприятий также устраняются препятствующие элементы. Поданные жителями Портленда запросы и предложения касательно реконструкции бордюрных пандусов и тротуаров – это еще один способ создания приемлемой городской среды. На этих фотографиях показаны примеры того, как выглядят недопустимые бордюрные пандусы на перекрестках. На первой фотографии показан знак обхода для пешеходов вокруг зоны ведения работ. На второй фотографии показан демонтированный угол улицы. На третьей фотографии представлен завершенный угол улицы с двумя разрешенными бордюрными пандусами. Вот так выглядит весь перекресток, когда каждый из его четырех углов реконструирован с созданием восьми бордюрных пандусов в надлежащем исполнении. В шестом разделе переходного плана мы обсуждаем наши приоритеты в работе. Действия Транспортного бюро Портленда по строительству бордюрных пандусов регламентированы соглашением об урегулировании строительства бордюрных пандусов. В этом соглашении представлена стратегия приоритизации, согласно которой принята следующая очередность работ. Первое. Государственные учреждения, школы, парки и другие общественные объекты. Второе. Транспортные коридоры. Третье. Больницы и другие медицинские учреждения. Четвертое. Районы с высокой занятостью и Пятое. Жилые кварталы. По мере возможностей и в приемлемых случаях реализация переходного плана будет оставаться в рамках этой стратегии. Восьмой раздел проекта плана включен базовый график реализации плана на ближайшие 20 лет. На первые 5 лет дана индивидуальная разбивка мероприятий по годам. Следующие 15 лет разделены на 3 пятилетних плана. В этом разделе плана также указано, что мы будем ежегодно отчитываться о достигнутых результатах и обновлять план не реже одного раза в 5 лет. Модернизация плана будет производиться на основе анализа и оценки выполненных работ с подробным раскрытием перспектив на последующие годы. Клад общественности в этот план важен для того, чтобы в его окончательной версии были учтены потребности пользователей транспортной системы. Мы надеемся, что у вас найдется время, чтобы ознакомиться с проектом плана и принять участие в нашем опросе. Если вас интересует обзор плана в интерактивном формате, зарегистрируйтесь на один из наших дней открытых дверей, проводимых в сети. Спасибо за ваше время и проявленный интерес. Продолжение следует... Продолжение следует...